Здравствуйте, дорогие старшеклассники. Меня зовут Курильна Лариса Алексеевна. Я учитель биологии на специализированной школе ЕЦЕ, номер 34 для одаренных детей. И сегодня мы с вами в рамках подготовки ГНТ повторим тему «Низшие растения – водоросли». Водоросли – это группа растений, которые возникли в Продорозойской эре более 900 миллионов лет назад. Наука, которая изучает водоросли, называется альгология. Почему же водоросли относятся к внешним растениям? У водорослей нет органов, так как у высших растений, а имеется одно только тело, которое называется талон или слоевище. Оно не разделено на ткани и органы. Все водоросли относятся к эукариозам. По форме организации талона водоросли делятся на одноклеточные водоросли – это пламиде, монады и хлорелла. Нечитые водоросли – представители спирогира и уотрекс. Многоклеточные водоросли – к ним относятся бурые и красные водоросли. И колониальные водоросли, представителем которых является водоросли. По царству водоросли делятся на три отдела. Отдел зеленые водоросли – к ним относятся пламиде, монады, спирогира и хлорелла. Отдел бурые водоросли – это ламинария и цистезейра. Отдел красные водоросли – представителем является порфира и филофола. Сейчас мы с вами рассмотрим особенности отдела зеленых водорослей. К зеленым водорослям относятся как многоклеточные, так и одноклеточные водоросли. Что же характеризует этот отдел водорослей? В первую очередь, все эти водоросли содержат хроматофор. Хроматофор – это хлоропласт водорослей. Выполняет ту же самую функцию, что у высших растений выполняет хлоропласт. Во всех зеленых водорослей имеется обязательно пигмент хлорофил. Но кроме этого, у некоторых представителей водорослей имеются у бурых водорослей пигмент сантофил, у красных водорослей фикоцианин и фикоэритрин. По форме все хроматофоры в водоросле различны. Например, у хламидомонады и хлореллы имеются чашеобразные хроматофоры. У спирогиры в виде спирали. И у лодрикса в виде браслета. Сейчас мы более подробно остановимся на строении одноклеточных водорослей. Рассмотрим его на примере хламидомонады. Клетка хламидомонады покрыта сверху цельмозно-пектиновой клеточной ополочкой, которая в свою очередь покрыта слизью для того, чтобы обеспечить защиту клетки и облегчить движение. Внутри клетки находится цитоклазма, в которой содержится ядро с ядрочным, хроматофор чешевидный, выполняющий функцию фотосинтеза, и красный глазок, который называется стигма. Красный глазок выполняет функцию светочувствительности. Так как водорослей питается, это автотрофный организм питается при помощи фотосинтеза, то всегда направляется к свету при помощи этого чувствительного глазка. Кроме того, в передней части хламидомонады имеются пульсирующие две пульсирующие вакуоны, которые поддерживают хламидомонс клетки. И в передней части клетки имеются два жгутника, способствующие передвижению водорослей. Общий глаз строения хлореллы такой же, как у фотосинтеза, но имеется отличие от того, что у хлореллы нет жгутников, то есть она передвигается стоком воды и отсутствует светочувствительный глазок. Размножение водорослей. Выделяют три типа размножения водорослей. Это биктативное размножение, которое происходит при помощи деления талон, бесполое размножение при помощи спор и зооспор, и половое размножение при помощи образования половых лет от гамм. Половое, бесполое размножение характерно для хламидомонады. Клетка делится на несколько частей, после этого оболочка клетки разрывается, и споры, не имеющие жгутиков, выходят наружу и образуются в настоятельные организмы. У хламидомонады размножение более сложное. Здесь присутствует два типа размножения. Это бесполое размножение и половое размножение. Здесь вы можете увидеть, как происходит бесполое размножение хламидомонады. То есть взрослая клетка делится сначала на две части, потом на четыре. Оболочка клетки разрывается, и каждая зооспора, то есть спора, которая образуется после деления, имеющая жгутики, называется зооспора, выходит наружу и образует взрослый организм. Половое размножение происходит в основном осени. То есть если в летнее время в основном теплое время беспоко размножение в возрасте наблюдается, то к осени наблюдается половое размножение. Что же происходит в данном случае? Клетка начинает делиться на множество частей. После чего оболочка клетки разрывается, и гаметы, образовавшиеся внутри этой клетки, выходят наружу. Здесь происходит образование как женских, так и мужских гамет, после чего в воде происходит слияние этих гамет, и образуется зигота. Зигота покрывается толстой оболочкой и отседает на дно. Пережидая неблагоприятные условия. При наступлении благоприятных условий оболочка зиготы разрывается, и зооспоры выходят и дают начало новому организму, который опять в летнее время приступает к бесполому размножению. Похожий жизненный цикл и у лотрикса. Но лотрикс относится к многоклеточным возрастам. Тоже присутствует как бесполое размножение, так и половое. Кроме того, лотрикс может делиться еще вегетативным путем, то есть частью нити. Давайте остановимся на бесполом размножении. Бесполое размножение также происходит только в летнее время, когда в одной из клеток образуются зооспоры, выходящие при разрыве этой клетки в окружающую среду. Потом у зооспор отпадают жгутики, зооспора оседает на дно и прорастает. Таким образом происходит размножение в летнее время. Осенью же при наступлении неблагоприятных условий, то есть холоду, в клетках начинают созревать гаметы. Гаметы выходят наружу при разрыве клетки, сливаются, образуются игуту, которая тоже покрывается толстой оболочкой и перерождает неблагоприятные условия на дне водоема. При наступлении тепла оболочка разрывается, зооспор выходит и дает начало новому организму. Ну и чтобы обобщить те знания, которые мы с вами получили, давайте пронизируем табличку. Сравним зеленые водоросли по их организации и способам размножения. К зеленым водорослям, как я уже сказала, относятся кламидомонады, хлорелла, это одноклеточные водоросли, и спирогер и у лотрикс, это вычатые водоросли, это одноклеточные водоросли. Для кламидомонады и хлореллы характерен чешеобразный хромотопа, у спирогер и хромотопа имеют спиральный элит, и у лотрикса в виде браслета. Половое размножение не характерно только для хлореллы, у всех остальных представителей зеленых водорослей присутствует половое размножение. Вегетативное размножение характерно только для спирогеры и у лотрикса, для одноклеточных водорослей вегетативное размножение не характерно. Бесполое размножение отсутствует только у спирогеры, У всех остальных представителей бесполаразмножение присутствует. И жгутики имеются только углами домонада, они выполняют функцию передвижения, а угол отрица жгутики присутствуют в той фазе, когда образуется зона спора. Теперь рассмотрим отдел бурых водорослей. Представитель бурых водорослей всем хорошо известна ламинария, или, которую еще называют, морская капуста. Что характерно для строения талома в бурых водорослей? Во-первых, имеется либо листовидная, как у ламинарии, часть талома, либо разветвленная часть, похожая на различные ветви растения. После этой части талома образуются стволы, которые на концах образуют ризоиды. Ризоиды – это нитевидное образование, которое служит для прикрепления водорослей к субстрату, для поглощения воды и питательных веществ. Росток бурые водоросли примерно на глубине от 1 до 20 метров. К бурым водорослям также относятся это фокус и саргасу. Эти водоросли могут обитать на глубине от 20 до 30 метров. Пигменты, которые образуют цвет этих водорослей – это ксантофил. Клорофил, как я уже говорила, это обязательный пигмент, который присутствует во всех водорослях. А вот такой бурый цвет получается из-за того, что находится пигмент с сантофил. Следующий отдел водорослей – это красные водоросли. По-другому их еще называют погрянки. Для этих водорослей характерно то, что практически все эти водоросли – это гентостные организмы, то есть они прикрепляются ко дну и ведут в домный образ жизни. Причем достаточно глубоководные водоросли, обитая на глубине от 100 до 270 метров. Наличие хлорофила также обязательны в красных водорослях, но именно красный цвет придают этим водорослям пигментам фикобилины. Именно две разновидности этих пигментов – это фикоэтрин и фикоциамин. Кроме того, в красных водорослях еще находятся пигменты каротиноиды. Запасным веществом в красных водорослях является погрянковый крахмал. Это крахмал – построение свойств близких к гликогену животных. Все красные водоросли содержат пектины. Это вещества, которые, растворяясь в воде, образуют полуоидный раствор. На этом свойстве основано использование этих водорослей в пищевой промышленности, о которых мы с вами поговорим позже. Представители этих водорослей – хондрус, каролина, порфира и моря. Мы также проведем сравнительную характеристику бурых и красных водорослей по их организации и способам размножения. Бурые водоросли и красные водоросли по организации талома являются многоклеточными водорослями. Образ жизни для тех или других характеристик – бентосны, то есть это донные водоросли, но среди бурых водорослей, например, некоторые саркасумы, могут обитать в виде фитоклавискона. Для бурых водорослей характерно наличие хлорофила и ксантофила, для красных водорослей наличие пигмента фига, бедлина и хлорофила и каротиноиды. Бурые водоросли произрастают на глубине от 20 до 30 метров, и красные водоросли на глубине до 270 метров. Запасным веществом бурых водорослей является онлайнерин, а красные водоросли – бакрянковый крахмал. Наличие спор при размножении бурых водорослей образует зоуспоры, то есть это споры, которые имеют жгутики, способны передвигаться, а вот красные водоросли при размножении образуют облана споры, это неподвижные споры, у которых присутствуют жгутики. Представителями бурых водорослей являются, как я уже говорила, ламинария и морская капуста, всем известная, саркасум, нейроцистис, фукус. И представители красных водорослей – это кондрус, каролина, парфира, плюмария и агара. Водоросли имеют достаточно широкое применение в жизни человека и большое значение в природе. В природе, во-первых, водоросли являются хорошим открытием для рыб и других водных животных. Обогащают воду и наземно-воздушную среду кислородом. Как раз весь кислород, который образуется в воде, он выделяется водорослями. Водоросли являются питанием для водных животных. То есть кроме водорослей, никакой растительности в водоемах больше нет. И растительные ядные животные используют именно питание. Но и немаловажное значение водорослей – это то, что водоросли дали начало наземным растениям. Именно благодаря первым водорослям на земле образовалась атмосфера. В жизни человека морские водоросли используются на кормском и как сырье для пищевой промышленности. Сырьем является заполучение йода, уксусной кислоты, цириозы, агар-агара. Парфиру в Китае выращивают в качестве овощей, так как она много содержит пигментов пиктиновых. Ламиналия и морская капуста используются в пищу повсеместно. Хлорелла используется в форме производства для крупно-рогатого скота и птиц. Кладофру используют для производства бумаги. Из диатомовых водорослей образуется порода диатомит, которая используется в строительной промышленности. Сейчас я вам предлагаю проработать вопросы, которые наиболее часто встречаются в ГНТ. Первый вопрос. Зеленая водоросля. Из всех перечисленных ламинариев, ламидомонадов, мемария, агарум и саргазум, к зеленым водорослям относятся к ламидомонадам. Второй вопрос. Ламинария прикрепляется ко дну. Грибка корня, корнями, корневищами, грибницей и изолитами. Правильный ответ будет результат. Ламинария иначе называется порфира, агарум, морская капуста, глинылия, кондрус. Правильный ответ – морская капуста. Красный водоросль относится. Ламинария, хлорелла, коронина, кладофра, саргазум. Правильный ответ – саргазум. Пятый вопрос. Для получения бумаги используют? Алярию, порфиру, кондрус, кладофру, саргазум. Правильный ответ – с кладофрами. Шестой вопрос. Только бесполым путем размножается? Вольва, кламидомонадо, хлорелла, спирогира, улудрец. Правильный ответ – хлорелла. Седьмой вопрос. Хромат топорпинта. Зеленый пигмент растений. Один крупный хлорокласт или несколько маленьких. Хлорокласт в водоросли. Много длинных хлорокластов. Всегда закручены в метро. Правильный ответ – это хлорокласт в водоросли. Восьмой вопрос. Спора улудреца, образующаяся при бесполном размножении, называется. Спирмий, зигота, эти клетка, оклана спора, без жгутиков или зооспора. Правильный ответ – зооспора. Девятый вопрос. Хламидомонада отличается от хлорелла в наличии ядра, хроматопора, вакуоли, красного глазка, жгутиков полового размножения и цитоплазма. Правильный ответ – красного глазка. Десятый вопрос. Агар-агар получают из водоросли. Синий-зеленый, зеленый, морский, одноцветочный и цианобактурный. Правильный ответ – морских водорослей. Спасибо за внимание. На этом наш слайд окончен. Желаю вам успешной сдачи. Ентель. Субтитры создавал DimaTorzok